даже не закроется минут там все равно отключиться не начала запись тоже может сохраняться нет да у нас в чате сохраняется все так давай меня мою энергосферу посмотрим если какие-то это самое неземные цивилизации или что-то подключу наши словами ко мне так на что я увидела я увидела какой-то саркофаг я увидела тело как твой клон но у него какие-то войны знаешь как воины римской империи типа такая как эта одежда здесь вот так вот все перекрещено какими-то такими как ремнями с какими-то оружиями такие вот интересные не нестандартные до старые что такое какие-то палочки торчат непонятные и вот у тебя как раз правый глаз я вижу у тебя он как искусственный вот реально искусственный как вот роботов показываю да с искусственными глазами и вот один прям идет вот назад провод такой и вот в мозжечок прям вставлен этот проводок и потом он идет вниз не снизу по позвоночнику работка и выходит из прям в саркофаге я вижу вот под низом такая вот огромный шнур этот шнур идет из копчика у тебя вот этот вот шнурок переходит шнур потолще и выходит их в пол ты установил мне пришло люди лягушки но я вижу таких знаешь они вот интересные у них такие черные мантии очень похожи на ниндзя как вот эти вот запахом так на поясе и вот они реально выглядят как на вот немного ящерообразное лицо она не совсем как лягушка у него такие вот глаза как у лягушки сбоку не вот я вижу 2 пришло и она как будто бы они несут этот склеп или как он саркофаг в каком-то туннеле афины афины мне пришло там я вижу какая-то церковь такая белая с крестом большим и внизу вот там вот очень много таких саркофагов и они вот ставят этот церковь акту да и я вижу что у них это комната портал с другими измерениями которых они 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 получают какой-то материал какой-то какой-то энергетический строительный материал они говорят какие-то кубики идут к ним кубики выглядят как янтарь квадраты такие я прямо вижу какие-то ящики я вот открываю крышку и там вот прям кубики кубики эти янтарные и они за это отдают кого дают слушай там приходят такие знаешь рептилоиды они высокие с белой кожей гладкая белая кожа такая сероватая слегка оттенок и они отдают саркофаги этим этим а на каком основании они меня туда затащили я не пойму кто им дал согласие это они через какой-то через жизнь сейчас пойдем в эту жизнь они как-то подключились потому что я иду обратно в конец прошлого сеанса я не вижу этой подключки она у тебя как-то справа с правой стороны вот здесь вот где висок и вот вот так она мигает она как будто бы отключается и они выдергивают этот шнур и потом подключат когда хотят ну да 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 я тебе говорю что это самое начали то ничего не черта у меня начинают глаз не с того не все дергаться ничего с ним сделать не могу видишь как они хитро сейчас в полный момент дергается да и ты прямо берешь вот представь шланг даст это железный наконечником и ты его прямо часу твое подсознание его выкручивает вот из головы из виска правого и какой-то желтый такой вот один прям вижу с таким круглым сбоку как чип какой-то на конце такая проволочка и ты вытянул эту конструкцию и у тебя сразу затянулась все энергии своей закрылась и и на жар потому что ты свои энергии ты поднимаешь сейчас вибрации у тебя все тело наполняется нижней губе чё-нибудь видишь ты знаешь мой взгляд сейчас обратился почему-то на твою вот левую ногу сзади под коленом сзади как она называется на русском то на русского не вспомню ну вот нога колено только за чашечкой нет нет от колена вниз нога идет только задней стороне да да вот тут вот туда я смотрю и вижу там тоже какой-то проводочек с такой же штучкой чипом и ты прямо сейчас назад смотришь игре о да и там голубой это его вынул это же в портал смотри на глубину ниже когда-то сказал на глубина нижней я увидела что ты снимаешь с этого твое подсознание подошло к этому саркофагу и снимаешь такое вот вот это вот шлем рыцарь и он тебя как бы перекрыл он тебя знаешь чё перекрывает он тебя нос вот так вот давит как будто вот здесь на нос и как будто бы вот здесь вот на скулы вот так вот то что ты говоришь губа мне кажется это от этого потому что наши нет я чувствую какой-то как шевеление внутри идет я понять ничего не могу имплантов я там не вижу я вижу что ты снял и это на тебя воздействовало энергетически как будто этот шлем как вот часть доспехов создавал какое-то электромагнитное поле вокруг твоей головы и но она разным точечками горит эти точечки перемещались нужно что-то стоят точечки да вот как будто бы биометрия твоего лица и потом они распи передвинулись на другие точки вот это я вижу такое как будто бы кто-то меняет конфигурацию постоянно но это по моему сделано потому что на основе твоего днк сделали киборга вот и выглядит так как человека на самом деле там внизу все железное так слушай это самое ты говоришь это с прошлых жизней я не понял у меня там договор что ли как я и я перенеслась вселенной номер два вот там мы по моему не затронули в том сеансе потому что я потому что у тебя не было этого импланта вот здесь поэтому не затронули вот и я вижу там какие-то ходят такие во-первых там крабообразные какие-то ты понимаешь там как химеры какие-то ходят вот я вижу сейчас на меня смотрит как гуманоид с вот этими вот руками краба вот эти клешни вот так они прям идут да вот вижу какая-то как типа человек нос с шеей гусеницы какой-то черт с рогами вот такой вот какой-то у меня такое ощущение что это какая-то тюрьма и или какой-то как штаб-квартира вот этих низковибрационных вот это вторая вселенная и вот это оттуда идет я вижу к ней подлетают корабли и и абсолютно белый какой представь белый пластик плоский корабль тарелка с выпуклым верхом типа старого образца и там вот сидят два норда вижу сейчас их в светло-голубых костюмах с поясом знак какой-то два крыла и между крыльями треугольник не так out наоборот где-то уже видела это и они приходят и у них там как будто какой-то тоже договариваются чем-то у меня такое ощущение что у них происходит они какие-то шары вынимают из своего все что такие вот металлические шары они довольно огромные и они вот им дают и они берут и складывают какую-то пещеру я понимаю что в этих шарах энергия им нужна эта энергия вот я пытаюсь понять как связан этот киборг у этих опять вот этот вот всплыл от экзодус 23 очень короче в двадцать третьем году я сейчас уже могу сказать что там джеймс это видео сделал вот и двадцать третьем году будет они хотят сделать альтернативную реальность которой и киборги будут участвовать ну то есть смотри души которых тела которые уйдут последствием этого укола потерять свое тело они будут забраны и вставлены в в эти в тела киборгов вот этих искусственно создан они будут выглядеть как люди но внутри она все механизировано но технологии искусственного интеллекта и поэтому они такое ощущение что пытаются от сильных душ открепить особенно тех душ которые были участвовали в программах как ты открепить хоть хотя бы кусочек днк чтобы использовать в этих киборгов причем они взяли у тебя там буквально два процента вот днк и как-то днк она светится в нем есть вот этот сэмпл как он в пробирке вот этот маленький до кусочек там прям вот энергетические светятся фрагментик вот вот это вот может подпитывать до 10 киборгов как я понимаю то есть если смотри как будет я сейчас это все вижу вот этот вот киборг они тебя блоки активировали ну вот не тебя киборга который сейчас саркофаги и а и к нему подключили например пять других и от этой и маленькая частица которая в этом киборге киборге в твоем подпитывала бы и лучами других пяти и вот это было бы все в альтернативной этой реальности я понимаю что они задумали вот и сейчас они пытаются что еще увидела я вот вижу четкую картину вот здесь вот прям у меня открылся экран это твое подсознание мне показывает что ты был в войне ирак вот это как она как она go for как она называется ну вот эти вот все и и газа да и вот эти все войны ирак иран вот это вот все это был замешан но как они это делали это получается как как будто они создали альтернативную реальность когда они тебя забирали они как будто аспект себя использовали в теле другом вот и как я вижу это даже не твой клон это вообще другое тело которое они подняли из мертвых то что я вижу тело вообще иранца они его подымают ложит в такой знаешь как мрт да вот это вот когда задвигается в такое большое как задвигают на этом столике и там прям какие-то лучи идут и вот он он там долго довольно лежит мне кажется часов пять-шесть не потом его клетки начинают вот все это оживает оживают органы клетки а потом его садят какое-то кресло откидное такое и на голову одевают такую штуку вот вот такая вот она в парикмахерс когда сушит волосы в фильмах вот и и программ программирование идет там пристегивает руки ноги и еще сверху какое-то свечение такое такие вот лампы они а так вот идут голубые яркие прям вот просвечивают его это какие-то программы вот они явно идут программирование через лучи света этих волн вибрации определенная закодировка и и все он готов он готов как военный без чувств без эмоций у него нет ни эмоционального не ментального тела он будет на программах но в эти программы они как будто активируют с помощью подключения твоего сознания к нему потому что есть явно на спине сзади какое-то устройство как рюкзак такое на себе несет и потом рюкзаку энергетическая линия от тебя идет подключается к нему и я понимаю что у тебя наверное может если ты хорошо подумаешь были какие-то сны связанные с воинами вот такой вот какие-то сражения какие-то неприятные тебя могло какие-то негативные знаешь как слово услышал или увидел какую-то картинку тебя негативное такое чувство от этого а вот или какое-то насилие или какие-то пистолеты или ну что-то такое на такое но вот эти ну вот 1000 садишь тот момент когда они это еще сделали эти было три года сколько я вижу они забрали это днк от тебя во сне и они его хранили потом они сделали вот это вот они они какую-то систему готовили этот проект по 23 году то что у них но он у них я вижу по временной линии они его сделают но там будет очень мало там вот всего 20 процентов от тех людей которые потеряют тело в результате упада иммунной системы в результате этого укола который они сделали сейчас экспериментальной вакцины этот момент просто просто вырезал просто убрал уничтожил ты вот так вот как вырвал из из защита вижу твою жизнь это как пленка твоей жизни как временная линия и тут просто пошел где тебе три годика и что лежишь кроватки его ты вырываешь вот этот вот просто момент как они к тебе приходят ночью забирать это днк по всей временной линии у тебя у тебя уже нет этой подключки то туда то сюда при ваш они еще умно делают они подключаться к тебе когда у тебя немножко падают вибрации когда ты там себя или устал или плохо себя чувствуешь ну или или кто-то как-то словом что-то неприятное да вот такой вот а потом кто-то и резко повышаешь вибрации у меня такое ощущение что тем в голове у тебя разные ты создал себе на автопилотики это техники поднять этих вибраций и вот когда ты их подымаешь вот они отключаются резко аффирмации работают очень хорошо ну и у меня системы есть по поднятию аффирмации тоже космология берешь проговариваешь на поднятие частоты все и тебе хорошо становится на наполнение безусловной любви то же самое то есть вибрации начинают повышаться чё там с моей головой все нормально то что ты говорил про голову ночью-то у тебя там есть какие-то но это ты сам это ты сам сделал такой желтоватый светло-светлость даже бежеватый желтоватый туман какой-то что но это твои раздумья это явно твои понимаешь ты очень у тебя вот интересно ты составляешь себе в голове схемы схемы системы как что работает и что из чего где производная чего кого и тебе интересно вот и вот это вот все продумывать и когда есть какая-то проблема то ты вырабатываешь как как вот такой вот решение это проблема ты имеешь ввиду да 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 в процессе анализа анализирования на данной ситуации у тебя вырабатывается вот такой вот вортекс твоей собственной энергии вот тебе просто надо не забывать его с тебя выталкивать потом в конце потому что программа решена и все и и сделано и все все что это просто автоматом уходят вот поэтому этот так снял это просто сняла ну как облако улетела ты его трансформировал вообще в какую-то птицу большой наиста похоже но улетела тебя давай систему посмотрим можешь что-то сделать слушая у тебя там энергии пошли на твоей голове у меня все на голове чешто-то но 100 глаз правый да не автоматически бывает запускаются работают не знаю дубль они доступа смотреть вообще откуда никто не должен давать доступ я сама посмотрю но они же защитные есть так защитные энергии защитные а ты о чем говоришь я думал ответ об интерферентах каких-то или сущностей говоришь не 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 я щас говорю тебе про это самый про космоэнергетику космологию хочешь разговаривали что я вижу когда ты сказал к космо космология и космоэнергетик космология сначала у меня загорели стенки вселенной вот космоэнергетика у меня солнце сразу солнце планеты и они как будто стали двигаться и танцевать на месте вот то есть космология это как будто бы вселенская такая какая-то но мне идет что термин не тот вот но проблема в чем что когда идут вот эти лучи от стенок вселенной если стенки вселенной не загрязнены то все нормально у нас эти стенки вселенной я вижу вот это вот черное напыление черной слизи поэтому надо очень осторожно быть с тем что ты через себя пропускаешь или что-то отдаешь потому что если ты что-то просишь тебе в обмен надо отдавать всегда это закон вселенной а если ты это просишь и разрешаешь ходить свое тело но может быть контаминировано разной энергетикой и то есть лучи через тебя проходят они должны очень легко проходить но это естественный процесс через нас же все проходит но не как в твоем теле как фильтре оставляют загрязнения вот и это не очень хорошо то есть тут очень важно намерение вообще сама и я бы например просто делала так я бы просто расширяла свою энергосферу до стенок космоса мы это можем сделать потому что мы эту всю вселенную можем в кулак себе положить и так держать если хотим вот и вот так вот и себя почувствовать частью вселенной и вот это вот по моему ты не только подключаешься к информационному полю вот но ты сам сам становишься этим информационным полем в этот момент единственное что я понимаю что долго держать такое состояние тяжело то есть это на какое-то время вот потом у тебя все равно так как мы в этой плотной среде находимся но ты постепенно сужаешься космоэнергетика но она как-то это как-то я вижу планеты взаимодействуют солнце планеты мы как часть этой системы вот и она все как гармония насыщение горку гармония до пошла вот и ты себя когда открываешь я вижу как вот сейчас планеты они как лотос то каждая планета это цветок лотос на их вижу разных цветов вот и кстати луна вообще она как будто сгорела выжженное пятно такое не вижу ее никаким цветком вот сатурн у меня вообще черный вот как будто кто-то черным нарисовал и вот между планетами такой энергообмен и вот эти цветы они как будто передают друг друга пыльцу да и и ты нюхаешь эту пыльцу эти станутся хорошо ну вот этот аромат да потому что ты часть этого всего и ты это понимаешь и у тебя как будто вот я вижу поток голове он усиливается энергетический только от осознанности как будто ты поднимаешь осознанность через это единственное что но и тут тут надо намечить через намерение отцепиться отцепить себя не идут какие-то есть привязки какие то есть определенные не ритуалы а слова привязки которые могут тебя повести в нет он не в том направлении то есть даже в любом течение понимаешь есть очень много правды единственное что надо быть осторожными с инструментами которые мы используем в этом течение лучше создать как творец свой собственный инструмент использовать знание этого учения с помощью своего инструмента потому что если все будут одновременно делать одно и то же и пользоваться инструментами которые учитель дал с этим учением то вот здесь у меня стоит большое нет от моего подсознания и мои я вот чувствую мое подсознание мне говорит сейчас нет надо создавать свои инструменты которые будут работать только для себя а это самое кундалини рейки гляди значит какие-то белые змеи у меня клубок прямо видела и какое-то сообщество змей белых змей причем я вижу людей есть какое-то сообщество белых змей а вот это интересно никогда не слышала но явно вижу и знаешь какой у них символ вот такие вот как кольцо свитое из белых змей на ярко золотом или желтом таком background да вот это задний план и они белые вот а потом это золотой когда его трубы меняться на черный и потом эти змеи если я их трогаю меняется назначена большую змею дракона с такими чешуйками вот змея с головой дракона и это это символизирует как бы главную захватывающую силу вот данной можно сказать игре что ли на против чего что нас стимулирует на на пробуждение можно сказать здесь понимаешь как с одной стороны они начинают сосать из нас энергию когда у нас кундалини подымается а с другой стороны это нас пробуждает это вот как об стенку головой да и тебе срочно надо бежать и все понимать узнавать для для себя на прорабатывать не но в принципе идет взаимообмен энергетический обмен то есть ты запросил энергию они немножко подпитались тобой и а тебе дали духовность то есть ты чувствуешь эту духовность ты хочешь развиваться не тебе не дали они тебя как будто подтолкнули даже не зная того сами вот это не чувствую у них первое что использовать использовать и владеть это как будто их не внутри такая сильная программа искусственного интеллекта которая ими движет вот но мы как живые частицы сознания да мы это используем вот любую ситуацию мы используем для своего духовного развития так рейки и гдрасиль можешь посмотреть я вижу как ответвление как вот знаешь как схема рисует вот ветка такая идет вот так с этими она больше у меня такое впечатление что она как-то связывается с с энергетикой планеты и ты начинаешь быть как проводником через который забирают энергию эссенции планеты и ее мудрость информацию вот вот это я чувствую хотя не знаю что это вообще такое там намешано там руны вот какая-то информационная короче ты как антенна информационная вот это я связь планетой что что в какой-то момент ты понимаешь что ты этим быть не хочешь и ты себя отсоединяешь от этого и становишься антенной которая связывается с космосом когда ей нужно и работает только на себя потому что когда мы работаем на себя мы также автоматом работаем и на других распространяем то что информацию которую мы через себя пропустили и поняли другим передаем так понял тебя так можешь спросить у моего подсознания у меня возможности есть видеть вновь будущие события понять вот этого не могу почему-то не открываются функции это заложено ты знаешь мне пришло слово встряска мне пришло слово что тебе надо куда-то уехать на природу какой-то узнаешь вот быть просто на природе ну да я не каждый день о природе думаю что мне надо куда-то влез за забуриться и вообще месяц оттуда не было ну вот вот это мне пришло что тебе надо вот чисто знаешь отвлечься от всего вот этого вот вот этих учений и просто вот себя уйти и наслаждаться там цветочками солнцем надо бы отдохнуть и ездить в общем так чаще хотела спросить оксана по поводу голоса помнишь я тебя спросил можем посмотреть вернуться в ту временную линию когда я освобождал своего получается дядю из саркофага мы можем посмотреть кто вел меня чё за голос кто помогал я сразу видела белого рептилоида вот этого которая я только что видела но он там заведовал этим 7 белый рептилоид он заинтересован в тебе и знаешь как я тебе помогу я твой друг а ты мне доверяй вот такое вот шла я прям вижу в такой вот морду тяжело описать его а я понял я понял нестандартная такая получается морда как клюклю да он твой он как будто твой руководитель он твой наставник вот такое он вот такой вот вот я тебе говорю какого-то наставника то я чувствовал что кто-то меня подсказывал что вот делай так ли вот так разговаривать так то что нельзя себя вот так вести да потому что для него то очень важный как бы объекта который ему который можно натренировать и использовать потом и он хотел прям у тебя сделать он мне сейчас передал информацию говорит я бы его сделал великим известным если вон только согласился следовать моему голосу а я получается как-то расторг с ним договор или что я понять не могу или я просто перестала да я пошла на то туда обратно сейчас я у тебя не вижу его в той энергосфере я бы сейчас вижу в другом я его на орионе вижу например сейчас у тебя так по поводу захвата цивилизации разрушения цивилизации есть такое что-нибудь может мне сказать бы были ли такие моменты мечты как-то смутно помнится что что как-то у меня как-то проснулась не знаю как искать это боль или что что-то или ярости что-то вот как-то я прям согласился что-то вот что что-то как-то вот убивать уничтожать не знаю выполнять скажем так какие-то требования чувств чувствуют это не знаю есть я увидела когда-то спросил я увидела атлантиду я увидела вот интересно вот здесь вот это все очень красиво дома да им такие вот как мосты знаешь как вот вот эти вот большие как они автострады да и него так красиво как-то сеть их не и такой как купол этот купол тоже как автострады вот но они больше энергетические а вот но я вижу вот через них как бы по этим полосочкам пролетают какие-то летающие тарелки разные объекты как будто бы это взлетное поле что ли ну вот такое а потом я вижу резко колонны падают колонны падают и вижу тебя в таком вот каком-то римском одеянии белом вот и ты там вроде как и ты держи эту колонну и тебя про я понимаю что вот смотри я вижу 6 колонн а внутри какое-то строение как будто бы какая-то чаша чаша держит какую-то похоже на луковицу из этой луковицы растут какие-то интересные растения это какой-то священный цветок мне пришло который дает энергию которая подключается к энергии любых систем планетарных такое и ты как будто держи ту колонну и ты понимаешь что сейчас все разрушится вот и ты ее держишь чтобы она не разрушила потом я вижу как это все падает и тебя по спине прям прибивают самой заболела вот да какой-то там создатель там чего-то каких-то конструкций энергетических потому что эти колонны они как такие энергетические мощные на примут лучи света такие толстые вокруг они как будто делают так чтобы этот цветок получал силу и его охраняют вот это от тебя да так такая ситуация смотри когда прошел у нас получается регресс 1 прошло несколько дней я знаешь что я высшему ясную пытался говорить что хочу связаться с поларисом хочу связаться с поларисом побывать на своей планете в этот момент я почувствовал как меня кто-то хватанул за левый большой палец прям как укусил и прям больно было время на физике почувствовал боль потом прошла боль я закрыл глаза и в этот момент я увидел как у меня на внутреннем экране прошла какая-то белая волна и я прям послушал услышал звук сказать сканирование какого-то видишь что-нибудь чё это было значит я я увидела клюв какого-то фалька но и до типа фальконе форме как это этот слово не приходит а на русском как орла подобное существо она то изнизу снизу идет так вообще что его как будто прислали ли что на вот эту твою просьбу хочу я вот не понимаю это просьба хочу не пошла к тебе самому она пришла как-то к ним как сигнал и пришла пришел вот этот вот но он пришел понимаешь он пришел с 8 измерения поляриса который захвачен и там вот эти вот гуманоида гуманоиды орла подобные сокола подобные ходят они прям таких ходят сапогах каких-то с крыльями я вижу тоже железные какие-то такие доспехи впереди на груди висят и такой орден какой-то вот такой вот большой получается и захватить захваченные планеты как раз таки позвал вот это существо да ты получилось что как-то твое твое ты попросил а вот не туда заряд энергетический с этой просьбой пошел надо было чтобы в подсознание пошло на 8 понимаешь как интересно смотри есть восьмое измерение которое не захвачено поляриса есть который захвачена так как ты находишься еще твое тело в 3d тебя используют как портал как мостик через через три а 3d можно перейти в другое измерение если бы тебя не было в 3d они бы не могли тебя там достать но так как ты здесь они через тебя восьмое и в этом восьмом они захват сделали таких как ты очень много людей которые тоже с поляриса и через которых это сделали поэтому они прислали чтобы тебя как бы остановить так не будем чего-нибудь тебя показывать ну вот такая вот и мне кажется что это система автоматическая как искусственного интеллекта знаешь что они делают на луне когда ты хочешь думаешь о том что ты хочешь убежать или поднять восстание против этих кто тобой управляет у тебя или электрический как будто током долбает в голове тебе становится нереально больно и ты понимаешь что если у меня такие мысли о побеге меня будут за мной следят вот меня будут электричеством электрошоком да вот останавливать поэтому то же самое то есть какая-то остановка такая не думая об этом сейчас мы тебе покажем что будет если ты об этом будешь думать или просить это волна это как я понимаю это вот это в пространстве то что вокруг нас я вижу очень много установок искусственного интеллекта они просто вокруг нас летают сканирует периодически информацию собирают поэтому людям говорю то что вы прячете свое лицо там и боитесь показаться это вообще ничего там не означает над нами все 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 про нас все знают видящие если человек видящий сам по себе то есть видит энергии ты даже вот у тебя допустим социальная сеть у тебя не будет имени фамилии написано даты рождения фотографии ничего не будет он просто откроет эту пустую страницу и найдет тебя энергетически он увидит кто ты что ты вообще что-то из себя представляешь как ты даже выглядишь что ты ешь он тебя на мельчайшие вообще на днк тебе расщепит это самое найдет кто ты и что человек и программа искусственного интеллекта тоже ты можешь даже вообще быть без телефона без компьютера без ничего не ходить ни в какие эти сети приложения но все равно все про тебя все знают на луне у них там огромная база данных всех людей которые на земле сейчас поэтому как сам вопрос у меня такой эти хотел спросить про цивилизацию ты рассказывал первом сеансе мы заглядывали на цивилизацию ты говорила там про скачу скажу там получается была какая-то цивилизация и у них были какие-то получается роботы с головами совы как мне информация пришла что этих сов делал сам я то есть они увидели серых что и они понравились то есть они у меня спросили а кто это такие гуэта серые они как а какая их функция я буду собирать информацию то есть они ничего не делала не ходят за мной в информацию собирает могут на мы хотим такие же я такой вот достал свой планшет а планшет дал медраганец то есть вот именно на переговоры на эти вот и я давай им делать вот этих вот существ получается я говорю а пока по характеристикам я бы но если собирать информацию может что-то получше придумать ну да давай вот я им голову вот именно совы в сандалил что в по характеристике лучше чем у серых получается вот вопрос какой что происходило дальше когда вот эти вот совы на нас напали потому что я дал правление вот этим вот получаться этой расе они им заложили какие-то получается знания деструктивные и вот эти вот он существа на нас пошли и дальше я не помню что происходило ты видишь ситуацию ну да потому что сам план инфильтрация был заключен в том чтобы спровоцировать вот это вот загрязнение искусственным интеллектом биологических существ и потом это бы все обернулась как бы стол поворачивается в другом направлении мы не разбомбили их там всех нет ничего прям картинка вышла из-под контроля вся ситуация поэтому да там был конкретно энергетическая такая война уже какая-то плазма туда-сюда мелькает все и в какой-то момент я вижу тишина и все как будто ничего нет по моему все да там уже да я просто помню я помню это чувство что вроде как помочь хотел и нападение по помню страх а потом как-то я взял себя в руки и как-то я что-то перекрутил перевернул этих то ли новых я что-то новое создал то ли что и что-то как пошло пошло поехал и в общем этих существ итоге задолбили по моему так это да да там был просто энергетическая какая-то стычка такая и все это вы как будто бы самоуничтожение произошло пришло мне что-то как-то это снова вспомнилось но интересно интересно просто это изначально не проговорила что ты сказал об этих существах а я такой блин и начинаешь так это же я их создавал такой да не это как-то выглядит со стороны эго сейчас подумают там бы заменил себе такой почему заменил то не информация просто такая идет я их создавал я помню себя с планшетом я помню как я творил стоял я помню какие создавал ну такая мы все сами создаем конечно очень много чего мы создаем экспериментируем в этом же заключается наш опыт так сейчас час сорок три 2146 получается по времени у нас так у нас есть да еще время да да так давай посмотрим знаешь чего это самое вот эти вот бараки можем на посмотреть занимаются люди получаются тренируются какие основные задачи всех этих людей не используются в разных войнах потому что я вижу что я помню не знаешь как выглядят я вот на них что посмотрел они такие прям потеряны и знаешь как будто вот и заставляют делать чего они не хотят над ними знаешь над ними издеваются там есть разные вообще протоколы потом их убивают многочислено потом возвращаются жизни многочислено и не понимают что даже если их убьют они не не могут выйти из этой системы в которой они попали на которой они согласились как они помню это вот тоже самое меня то как это самое зомби всякие жирали там и прочее прочее все эти вот эти моменты я даже перегорел в один момент и не знают эти видела вот это вот когда я перегорел не видела состояние когда вот до вот этого получается до локуса вот как как я пришел творить туда на этот локус вот отмотай назад посмотри как как я себя чувствовал что я говорил как как я с органицем общался ты ты говоришь да я услышала фразу я хочу отдохнуть от всего этого я хочу прийти к самому себе знаешь сначала у тебя такое у тебя рывками ты очень а теперь постоянно хочется новых знаний тебе у тебя есть сумасшедший интерес к этому ко всему а с другой стороны у тебя такое ощущение что иногда закипает от доходе до точки кипения когда у тебя как голова взрывается на буквальном смысле и тебе надо от этого от всего уйти на какое-то время перезарядиться и я понимаю что ты ему об этом говорил но ты понимаешь он сказал а нет ты уже в системе мы же как бы ты уже подписал договоры ты тут начинаешь выяснять какой договор и ничего не подписывал но говорит это же это подсознательный договор нет никакой подписи вот такой вот поэтому да вот видишь когда ты начинаешь с кем-то общаться и у тебя происходит какое-то сотворение тут уже зависим от этого существа и тут могут быть разные последствия от этого всего а этот за тобой просто ходил по всем временным линиям белый да 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 следил 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 так что вот так тебя понял в принципе в принципе по вопросам уверенно все поглядели чуть-чуть хотели интересненько ты хотела бы чуть посмотреть от себя нет нет просто не интересно это все у меня много чего видела спасибо за вопросы а вот тогда буду выходить до тебе спасибо за ответы интересно было послушать интересно было пообщаться на выключать всем пока